Добрый вечер, мы из Украины. Мене звати Рауль, вы дивитесь проект Украина в огне. В одном из выпусков я уже поднимал тему российского вундерваффе. Для тех, кто не в курсе, вундерваффе по-немецки это чудо-оружие. Этот термин нацистская Германия использовала для того, чтобы подбодрить население и армию. Американцы даже побаивались, что речь идет о ядерном оружии. Но все ограничилось ракетами фон Брауна V2. Кстати, полное название Вергилтунсваффе, оружие возмездия. Это была одноступенчатая ракета на жидком ракетном топливе. Количество осуществленных боевых пусков ракеты составило 3 225. Применялось с целью запугивания Великобритании. Запуски проводились по Лондону. Погибало в основном мирное население. Само оружие возмездия в военном плане никак не повлияло на исход войны. Зато она была первым в мире объектом, который совершил суборбитальный космический полет. Забавно, что космические программы США и СССР начались именно с фон Брауна. Все его чертежи и работы достались Советскому Союзу, а самого ученого прибрали к рукам американцы. И будьте уверены, все последующие достижения двух сверхдержав – это заслуга фон Брауна. А истории про великих советских ученых просто слава богу, что знали немецкие и смогли понять идеи немецкого инженера. Короче, как вы поняли, очередная история про Хуго Шмайсера и Калашникова. Но сегодня мы говорим про супероружие России. Напомню короткую хронологию погибших чудо-оружий ранее. Супер ВДВ, суперспецназ, суперкадыровцы, суперарматы, супервертолет К-52, суперкрейсер, суперракеты, супергрили на танках. Сейчас вы смотрите на статистику потерь о Российской Федерации в живой силе и технике. Даже если все поделить на два – это катастрофа, ее масштабы увеличиваются каждый день. У нас уже появляется целое кладбище из танковых мундервафлей России. Вот здесь мы *** начались. Тут у нас был бой. КОНЕЦ 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 но старушка не сдается и генерит новые виды чудо вооружений и это не знаменитый бронепоезд а лазерное оружие вот например вице-премьер российской федерации юрий борисов сообщил что россия использует в украине комплексы лазерного оружия задира которая якобы способна физически поражать цели экономя дорогостоящие ракеты из хорошего русская армия начинает считать деньги и ракеты из плохого исходя из уточнения юрия что россия способна физически поражать цели возможно у них есть еще какое-то секретное но уже духовное оружие теперь давайте разберемся в лазерной вундер вафли россии как хвастаются россияне лазерная установка поразила беспилотник на расстоянии 5 километров несчастный сгорел в лазерном огне за пять секунд при этом до сих пор неизвестно чей это был беспилотник преимущество лазерного оружия очевидны лазерный луч распространяется со скоростью света это 300 километров в секунду лазерный луч практически не подвержен силам гравитации если рядом нет черных дыр виде российского военного бюджета боекомплект лазера бесконечен при наличии бесконечного источника энергии у лазерного оружия нет отдачи но недостатков особенно если мы говорим о мобильных установках больше чем выгод во-первых энергопотребление если у вас нет с собой переносной атомной станции или компактной установки холодного ядерного синтеза а ее нет у вас очень ограниченный боекомплект во вторых лазерное оружие любит хорошую погоду в дождь туман и снег даже копье эффективнее чем задира в третьих лазерный луч постоянно стремится к рассеиванию и это приводит к потере фокуса и рассеиванию энергии в атмосфере кстати про комплекс задира практически ничего не известно везде используются фотки лазерного комплекса пересвет и тут я сразу вспомнил знаменитую картину битва пересвета с кочубеем уверен вот именно что-то подобное происходило с задирой и безвременно усопшим беспилотником что мы имеем в голом остатке за сто пятьсот миллионов долларов русские левши клепают портативно задиру пересвета батареи там скорее всего от убитого ниссан лифт для подсветки внутри тягача поэтому за установкой тянется кабель который при помощи переходника за сто пятьсот миллионов долларов подключается к стационарной атомной станции потом все ждут лето с наступлением лето ждут комплекс по обнаружению дронов и только потом начинается лазерно-артиллерийская дуэль потому что появление дрона означает неизбежный прилет от американской гаубицы 777 народе три топора а тебе ведь надо еще смотать кабель при этом я почему-то подозреваю что когда мой коллега павел кощук из инфокара разберет эту задиру там окажется большое цейсовское увеличительное стекло итальянское зеркало французская микросхема от стиральной машины и фотография рогозина три на четыре в полный рост короче классический гиперболоид инженера путина который традиционно не имеет аналога в мире ну а если лазерная вундервафля не сработает у рогозина всегда есть запасной план ну и собственно говоря сармат вот вы видите как это чтобы просто понять масштаб этой ракеты это ну две трети ракет это один эшелон значит такая ракета может снести половина берега какого-то крупного континента который нам может не понравится своей агрессивной политикой я надеюсь вы обратили внимание на фразу уничтожить целый берег какого-нибудь континента если нам не понравится его агрессивная политика а теперь давайте послушаем уже не чиновника а политика российской федерации просто одно понимать шведом и финном простые вещи что мы с ними будем в прямом боестолкновение только в одном случае если у нас будет война с нато а если война с нато будет она не будет там понимаете беспилотничками она будет ядерный и нам все равно сколько уничтожать стран двадцать восемь или тридцать две они должны это понимать четко у нас бы всего хватает на тридцать две хватит вот так то есть но одно дело в соединенных штатов 300 миллионов но там еще кто-то в теоретически может вызвать но у финнов там у которых там пять чуть больше никакой шанса нет то есть вот это им надо понимать а то что вы сволочи воевали нас на стороне фашистов так мы знаем у них совсем недавно они убрали только у них свастика была эмблемой воздушных вооруженных сил финляндии совсем недавно была свастика там сказать в каких-то там рюшечках там с крылышками вот мы прекрасно понимаем с кем имеем дело чуваку реально все равно сколько уничтожать стран двадцать восемь или тридцать две с чиновниками и политиками россии солидарна и творческая интеллигенция в лице певицы чечерины пожалуйста где по твоему мнению должны остановиться наши военные остановиться до завоевания да да но сейчас уже такая обстановка что видишь и финляндия и шведы хотят в нато я думаю что мы остановимся на каком-то берегу платит на на атлантическом ну как бы можем не останавливаться машина мощная и сложно остановить по большому счету все это можно было бы посчитать бредом воспаленного коллективного воображения но я хотел бы напомнить что россия всю свою историю так успешно защищалась от врага что дошла до дальнего востока кто-то должен остановить этот оборонительный угар и похоже это будем мы и консервы оказалось что пока рогозин запускал в небо десятки миллионов долларов а тараканы в голове чечериной вышли к атлантике в россии произошла реальная жесть рыболовство сообщила нехватки сырья для консервных банок сообщает газета известия вот очень импортные поставки жести для банок сократились из-за новых экономических условий вот и теперь материал в основном возят из китая хотя раньше у россии были несколько импортеров металла и тар вы понимаете что жесть какая-то происходит жесть привозят из китая да и она подорожала и поэтому консервы 28 процентов подорожания короче в рыбном союзе сказали что вот эти вот подорожание консервов это не последнее подорожание будет еще на музыкальном фронте дела тоже не столь монолитный приятно радует фронтмен группы ддт юрий шевчук и сейчас убивают на украине людей зачем наши пацаны там гибнут зачем какие цели друзья какие цели опять опять гибнут гибнет молодость россии и украины гибнут старики и женщины и дети ради каких-то наполеонских планов очередного нашего цезаря да и надо признать что с самого начала шевчук занимает понятную позицию не юлит не дает концертов под флагами символикой z вы будете хихикать но за высказывание про часть тела путина который отвечает не только за дефекацию но и мыслительные процессы на шевчука местные мусора составили админпротокол вот интересно что там написано посмел утверждать что задний проход президента путина это не родина и это в то время когда вокруг этого прохода сплотились все нездоровые силы страны и всматриваются в этот самый проход чтобы увидеть свет в конце тоннеля ну вот реально за что я про юридическую часть а так все понятно россия путин домбили и бомбас и хотел бы обратить внимание всех украинцев вот против чего мы боремся и вот почему сменяемость власти обязательно а создание кумиров и миссии из политиков непростительная глупость чуть ранее я задавал вопрос а если у россиян не только физическое оружие но и духовное разумеется есть и на этом невидимом фронте ведется незримая но жестокая схватка сил пересвета и рядовых сатанистов и язычников начнем сил света существует такая традиция освещать в том числе и оружие чтобы помощь и благословение защита божья присутствовал на этом оружии чтобы защищать свое отечество защищать тех людей которые требуют помощи и защиты это конечно не классический ролик о том как батюшки светят ракету сатана но тоже показательно россия как всегда защищает себя на чужой территории нам же уготована роль сатанинских козлищ последователей бога одина и волка фенрира и это при том что одновременно поклоняться и один у и фенриру практически невозможно потому что волчище враг богов и когда наступит рагнарёк это конец света тот самый волк должен убить одина особенно доставляют традиционные обвинения в сатанизме и демонстрация каких-то наклеек с дугинскими волшебными козлами и козами в пентаграммах а давайте присмотримся к кремлю а что у вас там на башнях звезды а что такое звезды это пентаграммы кстати до 1935 года шпили 4 кремлевских башен украшали геральдические двуглавые орлы но потом лев троцкий который увлекался эзотерикой решил что пентаграммы это мощный магический знак и символ в борьбе с империалистической магией при этом я не отрицаю что молодежь может увлекаться всякими оккультными науками и заниматься поисками мистической силы скандинавских богов у меня просто вопрос кремлевским карликом может вы для начала свои пентаграммы с главного здания страны снимите а потом будете к наклейкам в подвалах придираться но российская пропаганда не была бы российской пропагандой если бы и здесь не натянула змею вернее звезду на глобус вот что пишет няшная википедия про злодейскую азовскую пентаграмму и одновременно звезду на кремле пятиконечная звезда один из древнейших символов человечества ее изображение найдено в наскальных рисунках и в разных культурах она означала военную доблесть защиту от опасностей верный путь 5 раны иисуса христа и 5 ежедневных молитв мусульманина ну короче вы поняли в хороших руках пентаграмма вещь почти святая а в плохих это зло но самая мощная находка это грамота по результатам соревнований по боксу для любого нормального человека очевидно что она была вручена бойцу с позывным ярило или с фамилией ярило но для священной российской инквизиции ярило это даже не богопротивный украинский квас а языческий бог солнца при этом если вы откроете любой русскоязычный источник то окажется что впервые фамилия ярило встречается в летописях духовенства середины 18 века обычно эти фамилии образовывались от названий приходов и церквей или имени отца некоторые священнослужители приобретали фамилии при выпуске из семинарии при этом лучшим ученикам давались фамилии наиболее благозвучные и несшие сугубо положительный смысл как например ярило так что товарищи офицеры московской православной церкви похоже вы снова вышли сами на себя но наш сегодняшний сюжет я закончу чиновником россии сергеем кириенко он не последний человек в администрации президента путина и знаменит тем что в далеком 1998 году стал самым молодым главой правительства россии и пробыл им целых три месяца за 90 дней жесточайшего экономического коллапса был удостоен кличке киндер сюрприз стал либералом ходил в однопартийцев вместе с анатолием чубайсом борисом немцовым и хакомады но затем повзрослел и присосался к дармовой энергии росатома как мне кажется эволюция киндер сюрпризов протухшее яйцо завершилась буквально на днях когда кириенко заявил что россия воюет не с украиной а с объединенным западом руками украинцев разумеется в этом заявлении сквозит обидно на запад ведь великая россия напала на небогатую украину с несопоставимыми военными потенциалами и собиралась аннексировать страну за неделю а запад помешал хотя этот самый запад чуть ли не полгода предупреждал босса кириенко что они поддержат именно украину а не россию но в заявлении важно не это я частично согласен кириенко просто я хотел бы объяснить и кириенко и украинцам уставшим от войны а уже у нас есть такие почему мы защищаемся от россии ведь подмена понятий начинается с того что запад и украина воюет против мы не воюем мы защищаемся мы не нападали на россию и защищаем мы не только территорию суверенного государства и граждан страны но и общечеловеческие ценности не западные а цивилизационные что это означает все просто мы защищаем право на свободные выборы право на свободу слова право бороться с коррупцией и диктатурой ведь из-за этих возможностей россия и напала на украину она не нуждается в новых территориях это самая большая страна в мире она не нуждается в таблице менделеева у нее полный набор она не нуждается в энергоресурсах и продовольствии единственное в чем она нуждается это в мозгах которые не затуманены величием и верой в единого бога владимира путина но нельзя получить мозги через войну и кровь их можно либо самостоятельно вырастить либо привлечь интересными идеями и комфортными условиями жизни гундяев и путин интересных идей никогда не предлагали русские олигархи обычные распильщики у которых хватило мозгов лишь заказать самые длинные яхты в мире что по их мнению должно было компенсировать крохотные мозги абрамович на всякий случай даже челси купил вот и все идеи ну что роман помогли тебе твои челси так что помните друзья мы сегодня настоящий фронтир который защищает современную европейскую и мировую цивилизацию от классической средневековой тьмы приправленной псевдо православием и махровой византийщины кстати на заметку россиянам когда россия проиграет эту войну кириенко улетит на родину в израиль а вы вернетесь в 1998 год но это будет не ваша молодость а старость нищета и развал вы дивились проект украина в огне памятайте про те что российскую федерацию будет сруйнована слава украине а я сейчас вам покажу откуда на беларусь готовилась нападение и если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позиции четыре позиция сейчас покажу карту привез они бы атаковали наши войска беларуси россии которые были на ученике есть ли жизнь на марсе нет ли жизни на марсе это науке неизвестно